МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационное агентство Высота-102". Коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Позорно разрушенный памятник над братской могилой наконец-то восстановят. Горожане начинают составлять рейтинг своих воспоминаний об уходящем лете. Приговор по делу об убийстве на парковке из-за громкой музыки вступил в силу. На площадке детско-юношеского центра губернатор поговорил со сторонниками. Сегодня в ходе встречи с инициативной группой своих сторонников губернатор Волгоградской области, параллельно являющийся кандидатом в губернаторы на второй срок, рассказал собравшимся о задачах дальнейшей работы на благо региона. Андрей Бочаров выступил с многоплановой часовой речью, в которой затронул все аспекты жизни региона. От возрождения промышленности до культуры. Затем губернатор ответил на вопросы, в частности, о судьбе еще неблагоустроенной части поймы реки Царицы. Сейчас эта территория заросла самосевом и, похоже, здесь грядет масштабная зачистка и строительство всего, чего пожелают жители. У нас будет создано по этой части поймы, как по той его создана рабочая группа, однозначно со стороны органов власти, но туда же будет создано большое количество людей, кто неравнодушные, кто занимается, любит все и все. И они занимаются этим постоянно. То есть мы там решаем. Вот то, что организовано в той части поймы, там нет, ничего не придумано. Все, что молодежь нам сказала, вот все, буквально любые там объекты, говорили, нужен какой-то объект, будет якорный, так назовем его. Мы предложили музей, поскольку музей истории России, как якорный объект. А все остальные объекты, вот все, без исключения, без исключения, это все предложения со стороны тех людей, молодежи, кто там участвовал. Поэтому по праву это не мое, это все молодежно. Благоустройство территории стало одной из ключевых тем сегодняшней встречи. В частности, Андрей Бочаров анонсировал, что скоро в регионе заработает новая программа по благоустройству райцентров и центральных усадеб. Полуразрушенный памятник над братской могилой воинов 45-й стрелковой дивизии наконец-то отремонтируют. Сегодня стало известно, что объявлены конкурсные процедуры по поиску подрядной организации. Объект культурного наследия, расположенный на пересечении улиц Тарощанцев и Багунской в Краснооктябрьском районе Волгограда, пребывает в позорном состоянии. Восстановительные работы на памятнике пройдут впервые с года его установки в середине прошлого века. К ремонту строители смогут приступить после получения подрядной организации соответствующего разрешения в Комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Сегодня вступил в законную силу приговор по громкому делу об убийстве на парковке из-за громкой музыки. Житель Волжского Виталий Бельченко, который в состоянии опьянения совершил убийство, не смог добиться смягчения наказания в апелляционной инстанции. Его приговорили к 9 годам и 11 месяцам в колонии строгого режима. Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Бельченко решил разобраться с водителем, из машины которого доносилась громкая музыка. Он вышел из дома с газовым пистолетом и застрелил автомобилиста выстрелом в голову. Ранее погибший не раз вступал с Бельченко в конфликты из-за того, что любил слушать музыку по ночам на парковке и мешал жителям дома. До окончания календарного лета осталось две недели. Жители Волгограда провели летние месяцы по-разному. И у каждого составлен свой список самых ярких воспоминаний, а также сожалений по поводу того, что не получилось сделать. На море ездил там, на рыбалку. Я была в своем любимом родном городе Волгограде и проводила вот, живя в Дежинском районе, я каждое утро делаю такие променады в Центральный район. Отдыхал на Волге, ходил на футбол. Лето было холодным, но мы чуть отдохнули от жары. Все хорошо, прекрасное лето. Как волгоградцы оценивают уходящее лето, кто куда съездил в отпуск и что горожане думают по поводу местных возможностей для летнего отдыха на высоте 102 в воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова